История, о которой мы сегодня расскажем, просто не имеет смысла. По всей стране снова проходят русские марши. Люди вышли на улицы, чтобы восстановить порядок и показать, что пора менять миграционную политику. Регионы буквально кипят от народного возмущения. В Краснодарском крае возмущенные жители организовали свой собственный русский марш после того, как толпа мигрантов избила местного мальчика. Пока наверху тянут кота за хвост, простые люди берут дело в свои руки. Так что следите за новостями, смотрите видео до конца и не забудьте подписаться. А теперь о деталях. Небольшой городок Кореновск с населением в 40 тысяч человек на один день превратился в центр русского сопротивления. Несколько сотен человек вышли на улицы, протестуя против мигрантского беспредела. Поводом для такого вопиющего инцидента стало избиение приезжими местного жителя. Терпение людей иссякло, и они решили, что пора положить этому конец. В сети появились видеоролики, на которых колонна мужчин движется по улицам Кореновска под лозунгами «Один за всех» и «Все за одного». И русские вперед! Местные паблики сообщают, что целью шествия было выяснение отношений с курдской диаспорой. Силовики, видимо, решили не вмешиваться, ограничившись наблюдением. На кадрах видно полицейскую машину с включенными мигалками. А началось все со стычки между группой мигрантов и местными жителями на Красной улице. Один из пострадавших рассказал, что сделал замечание группе курдов, которые слишком громко слушали музыку. В ответ на это они набросились на него с криками «Я тебя убью» и с применением предметов, похожих на ножи. Пришлось применить газовый баллончик, что привлекло внимание родственников нападавших. «Я живу здесь уже 30 лет, но такого беззакония не видел никогда. Мы почти не сопротивлялись. Один из наших парней был сильно избит», — вспоминает пострадавший. По его словам, у прибывших на место происшествия полицейских тоже возникли проблемы. Один из курдов, пытаясь убежать, ударил полицейского сначала кулаком, а затем ногой в лицо. Друзья Буяна в это время угрожали, говорили, что всех найдут и они сильно пострадают, а на полицию им было наплевать. Очевидцы рассказывают, что на место конфликта сразу же прибыл старейший на диаспоры, и попытался уладить конфликт. Есть и другая версия произошедшего, что массовой драки не было, а была стычка один на один, но как бы там ни было, толпа зрителей на месте происшествия была внушительной, и прибывшая полиция не смогла замять дело. На следующий день неравнодушные люди мгновенно встали на защиту избитого мальчика. Толпа росла как на дрожжах. Важно отметить, что это не были стихийные беспорядки. Люди просто маршировали по улицам, демонстрируя сплоченность и решимость. Ближе к вечеру участники марша разошлись. Кадры с места событий разлетелись по социальным сетям как горячие пирожки, и надо полагать, что это зрелище заставило кого-то наверху понервничать. Народный протест возымел действие. Уже утром Следственный комитет сообщил о задержании 20-летнего подозреваемого в нападении на полицейского. Задержанный признал свою вину, раскаялся и теперь ожидает суда в СИЗО. Если суд проявит снисхождение, дебошира оштрафуют. В противном случае, если Фемида не дрогнет под натиском диаспоры, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Однако в это верится с трудом. В комментариях люди пишут о полном разочаровании в правоохранительной системе, говорят, что на полицию и другие правоохранительные органы надежды нет. Их называют рабами за неспособность противостоять современным угрозам. Противостояние в самом разгаре, и ярче всего это видно на примере уже ставшего нарицательным подмосковного города Котельники. Местные жители постоянно жалуются на беспредел и агрессию со стороны приезжих, которые пристают к женщинам, устраивают массовые пьяные дебоши и угрожают убийствами. Дошло до того, что людям открытым текстом говорят, это мы будем здесь жить, а не вы. И как обычно, хуже всего приходится самым слабым – женщинам и детям. Их просто запугивают. «Бегите отсюда, нас здесь 70%, это наша земля», говорят, только мигранты. Другие вторили. «Мы убьем всех русских мужчин в СВО, а ваши женщины станут нашими женами». Доходило до того, что местные жители устраивали уличные бдения, чтобы защитить своих детей от возможного насилия. Проблема в том, что ни рейды против нелегальных иммигрантов, ни показательные задержания не меняют ситуацию, а число приезжих не становится меньше. А примеров того, как мигранты уходят от ответственности, предостаточно. Вот один из последних случаев в Ростове-Великом, где банда и люди жестоко избили ветерана Советского Союза. Гуманный суд отпустил одного из подозреваемых на свободу до конца разбирательства, и только после того, как была подана жалоба, дело вернули на новое рассмотрение. Освобожденный подсудимый не явился в суд, якобы у него обострился панкреатит. Понятно, что ничто не мешает ему скрыться от правосудия, если он этого захочет. Тем более, что подобные схемы уже не раз пытались провернуть другие предприимчивые мигранты. Неудивительно, что на фоне такой полной безнаказанности во всей стране вспыхивают народные протесты. Пока это локальные очаги возмущения. Зимой, например, в Вятке вспыхнул русский бунт. Люди вышли на улицы после убийства местного жителя выходцем из Таджикистана. Народный гнев был погашен, а власти попытались списать все на происки украинских недоброжелателей. Но разве это украинцы заставляют приезжих убивать местных жителей? Или это украинцы привозят миллионы мигрантов в Россию и выдают им российские паспорта? Это бессилие или саботаж? Только сейчас, после чудовищного теракта в Крокус-Сити-Холле, законодатели зашевелились и начали принимать давно назревшие поправки. Например, полиция получила право депортировать провинившихся иностранцев без решения суда. Однако все это делается медленно и неохотно. Экономическое лобби, чьи щупальца тянутся прямо к правительству, фактически блокирует любые попытки обуздать массовую и нелегальную миграцию. Большинство парламентских инициатив в этой сфере просто блокируются. Даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выдвинул свои предложения по ужесточению миграционной политики, назвав наш парламент бесхребетным и обвинив его в волоките. Газета «Коммерсант» назвала высказывания Бастрыкина беспрецедентно резкими. Ключевое предложение Следственного комитета – лишать гражданства за совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Ведь до сих пор вчерашние мигранты сохраняют российские паспорта, даже если они кого-то изнасиловали или убили. Следственный комитет также предлагает собирать биометрические данные у всех иностранных граждан на контрольно-пропускных пунктах. А теперь самое интересное. Давайте выясним, сколько же на самом деле России нужно трудовых мигрантов. Ведь их к нам едет так много, что кажется, что своих рабочих рук не хватает. Как отметил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов, сегодня мы наблюдаем не столько трудовую миграцию, сколько массовое переселение азиатов, которые постепенно вытесняют коренное население. Мигранты приезжают не для того, чтобы жить с нами, а для того, чтобы жить вместо нас. Приезжие из Средней Азии и Закавказья часто работают в тени, не платят налоги и никак не фиксируются государством. Так сколько же нам нужно? Именно столько нам нужно импортировать. По безвизовому режиму в Россию ежегодно въезжает до 16 миллионов человек, но выдается только 2 миллиона трудовых патентов. Куда деваются остальные? Правильно, исчезают в серой зоне. Решить проблему можно только одним способом – перейти на целевой ввоз мигрантов. Константин Малафеев отметил, что после теракта в Крокус-Сити власти наконец-то начали понимать, что дальше тянуть нельзя. Россия страдает от неконтролируемой трудовой миграции и нехватки рабочих рук. Но лекарство от этой болезни давно известно и успешно применяется, например, в странах Персидского залива. Несмотря на то, что иностранные рабочие составляют там значительную часть населения, они не образуют криминальных диаспор и не представляют угрозы для общества. Это связано с тем, что существует система организованного найма специалистов для местной экономики. Каждый мигрант приезжает с готовым контрактом, зная, где он будет работать и жить. Работодатель несет ответственность как за выбор работника, так и за его поведение. Применить такую систему в России значит решить проблему миграции раз и навсегда. Пока сохраняется порочная практика выдачи рабочих мест, все социальные проблемы, вызванные неконтролируемой миграцией, будут оставаться. Отказавшись от существующей системы и перейдя к организованному найму только востребованных специалистов, мы сможем остановить поток нелегальных иммигрантов из Средней Азии. Это большая и сложная задача, но она может и должна быть решена на государственном уровне, подчеркнул основатель Первой российской. Что мы имеем в сухом остатке? Русские марши в России – прямое следствие провальной миграционной политики. Люди выходят на улицы, потому что больше не верят, что правоохранительная система их защитит. Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо кардинально изменить основы миграционной политики. Иностранцы должны получить российский паспорт, а также право на работу в России. Но пока законодатели медлят, а правоохранительные органы потворствуют нелегальной миграции, люди будут объединяться, чтобы защитить себя. Трагические события в Курской области заставляют людей искать нестандартные пути выхода из сложившейся ситуации. Помимо свежих армейских подкреплений, нужен талантливый полководец, герой, который спасет российский регион от фашистского сапога. Таким человеком может стать генерал-майор Иван Попов, бывший командующий 58-й армией, уголовное дело против которого оказалось сомнительным. Оценить вину Попова в мошенничестве и служебном подлоге может только суд, но информация, обнародованная его адвокатом Сергеем Бубновским, не может быть проигнорирована общественностью. Судебная экспертиза установила, что подпись в документах не принадлежит обвиняемому генералу, и он вообще не должен был там расписываться, утверждает защитник. Это означает, что доказательства вины Попова носят косвенный, а не прямой характер. Попов также обвиняется в служебном подлоге, так как подписывал документы, содержащие заведомо ложные сведения о поступлении товаров в войска, объяснял Бастрыкин суть обвинений месяц назад в РГ. Не эти ли подписи оказались чужими, а не Попова? И не потому ли Следственный комитет торопится, проси генерала ознакомиться с материалами дела до 21 августа, чтобы как можно скорее передать его в суд и забыть как страшный сон. Несмотря на профессиональную отстраненность от политической стороны любого громкого дела, которую обязаны демонстрировать следователи, ничто человеческое им не чуждо. Они делают свою работу, но распутывать подробности странных манипуляций, материальных ценностей в отношении героя Запорожья, генерала, героя Запорожья, генерала, остановившего летом 2023 года контрнаступление в СУ, с этической точки зрения, наверное, не очень приятно. Возможно, по этой причине такая серьезная мера пресечения, как заключение под стражу, по инициативе следствия, пусть и не сразу со второй попытки, была заменена на относительно вегетарианский домашний арест. И дело здесь не столько в условиях содержания, которые в Лефартовском СИЗО едва ли хуже, чем в землянке на фронте, сколько в том сигнале, который государство посылает обществу, что генерал не опасен, а, возможно, и не виновен. Получается, что депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев был прав, когда не бросился бросать камень в Попова. На мой взгляд, это обвинение – фальшивка. В этом надо разбираться, не побоялся заявить он в СМИ. И даже профессионально объяснил, почему он верит в невиновность генерала. При строительстве оборонных сооружений используется железобетон, дерево и грунт, а не металлические конструкции, растрата денег на которые вменяется Попову. Генерал Попов, не Тимур Иванов, писал о СП сразу после его ареста, подчеркивая разницу между настоящим боевым генералом, кадровым военным, который всю жизнь провел в окопах, воюя в составе ЮВО, и паркетными чиновниками, которые впервые надели форму только в середине карьеры, в качестве спецовки, оказавшись у руля финансовых потоков Министерства обороны. Кстати, ущерб от деятельности последних оказался колоссальным. Комментируя арест Попова, авторитетное издание Ти-Джи Крнелл Райбар тогда отмечало, что о коррупционной составляющей никто даже не заикнулся. Но популярность командующего в войсках не вызывала сомнений. Особенно она возросла после Смелого. Но честного аудиобращения Спартака, позывной Попов, к своим подчиненным. Он старался не врать, когда это было не модно. Поэтому шокирующая новость о возможной невиновности генерала не могла не вызвать новых волн внимания к нему. Повороты в уголовном деле позволяют аккуратно предположить, что красивое и красочное дело Ивана Попова может отчасти удовлетворить запрос общества на справедливость, но и, конечно, добавить позитива на фронте, особенно на фоне оперативного кризиса в Курской области, намекнул Рыбарь. Но общественники из армии защитников Отечества в своем письме в Министерство обороны, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру высказались прямо. По их словам, Попов – опытный и грамотный воин, и сидеть под домашним арестом с таким прошлым, когда на границе суматоха – крайне глупая и недальновидная затея. Именно поэтому необходимо снять с Попова браслет и отправить его к бойцам в Курскую область, где генерала очень ждут. Так, может быть, генералу Попову действительно стоит дать возможность заниматься делом своей жизни, воевать, а не сидеть под домашним арестом в ожидании приговора. Тем более, что юридическая возможность для такого шаг вот-вот появится. Верховный суд уже подготовил законопроект, который позволит освобождать от уголовной ответственности не только подследственных, но и осужденных. Единственным препятствием может стать армейский статус Попова. Год назад, когда было возбуждено дело, решением начальника генштаба он был отстранен от командования 58-й общевысковой армии. И это было бы еще полбеды, но появилась информация о его досрочном увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями. Правда, адвокат отрицает, что Попов получил уведомление об этом. В любом случае, увольнение генерала из армии, даже если оно действительно имело место, не может стать препятствием для его возвращения. Ведь речь шла об уголовной вине. Если она не будет доказана и Попова оправдают, то все последующие приговоры в отношении него будут недействительны. Не говоря уже о военной целесообразности, восстановления на службе даже осужденного успешного генерала. Жертвы в СУ под Курском взывают к отмщению. «Я думаю, что в ближайшие два, три месяца с ним будет полностью покончено, и не только на Курском направлении, с ним будет полностью покончено, и не только на Курском направлении, но и на всем СО», заявил во вторник командующий спецподразделением Ахмад, генерал-майор Абти Алаудинов. Он, заместитель начальника главного военно-политического управления вооруженных сил России, что-то знает. Видимо, да. Маленькая победа в большой войне. А весной генерала Ивана Попова обвинили в краже почти двух тонн металла. Однако, как и положено боевому офицеру, на всех слушаниях Попов держался достойно, невозмутимо. До последнего момента. В своем телеграм-канале «Два майора» написали, что на последнее заседание военного суда «Спартаковец» явился со сбитыми кулаками и очень нервничал во время оглашения решения. На выходе из зала суда «Спартака» встречала группа поддержки. Но на этот раз суд все-таки пошел навстречу и отпустил «Спартака» под домашний арест. Это была маленькая, но все же победа. Как отмечают военные корреспонденты, эта новость положительно сказалась на настроении тех, кто когда-то был под командованием Попова. Стоит отметить, что «Спартак» поддерживали не только военнослужащие, но и гражданские лица. Зоя Келешиди. Сердюков и его красавица на свободе. Это воры и ничего. «Спартак, держись, победа на фронте». «Ты еще успеешь дать этим уркам бой за свои опущенные руки, сейчас главное, фронт, где тебя мало». Ольга. Сил, здоровье, терпение и мужество генералу, держись, наш дорогой герой, люди гражданские и боевое братство знают и понимают цену твоих страданий. Спасибо адвокату и команде, которая помогает. Спасибо адвокату и команде, которая помогает. Представьте себе картину. На судебном процессе в Челябинске группа мигрантов из Таджикистана, которые якобы по недоразумению отправили на смерть 17-летнего местного жителя Игоря возле торгового центра «Космос», решила превратить заседание в подобие одноактного театра. Они играют, не покладая рук, текут слезы, вздыхают, а в кульминации произносят трогательные монологи о болезнях всех родственников по списку. И, конечно, они молят о пощаде, мечтая улететь домой, как будто там их ждет встреча с ковровой дорожкой и фанфарами. Особенно отличился главный герой этой драмы «Шахром миров». Видимо, он решил, что если ему грозит 18 лет за решеткой, то он должен извлечь максимум пользы из своей актерской карьеры. Поэтому он включил свой внутренний талант на полную катушку, нацелившись на Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Последнее слово перед судом». В общем, сценарий, как у голливудских блокбастеров, только вот критики его не оценили. Слишком уж прозрачно пытались смягчить сердце судьи. Словно под копирку, злодеи вдруг превращаются в ангелов с нимбами, вспоминают всех святых и начинают каяться. Но, как говорится, судья уже насмотрелся такого в своей карьере и впечатлить его сложно. Ну, Амиров сделал «Последнее Ио», как оригинально. Можно подумать, что он неделями готовил свою речь, но в итоге она оказалась кучей заезженных клише. Ну что ж, продолжайте, потому что канун это меньше, чем ваши следующие пару десятилетий. Наверное, он подбадривал себя. И вот он, с глазами Бэмби, уверяет зал суда, что он такой, ну как. Это был несчастный случай. Я никого не дергал за уши, просто так получилось. Да, точно, случайно. Точно, по заранее написанному сценарию, злодейский гений. Пожалуйста, не наказывайте меня строго и отпустите домой. В тюрьме я заболел туберкулезом, и мне нужно принимать таблетки. Жаловался Собуров, один из подсудимых. Я взял палку для самообороны. Я раскаиваюсь. Сейчас моя семья находится в тяжелом положении. Один из обвиняемых до последнего момента не понимал, что с ним делают. Он просто попал в просаг, пытаясь разнять драку между подростками. Я просто проходил мимо, пытаясь помириться, а они... Можно представить, о чем он думал в последние минуты своей жизни. В Большом зале суда, кстати, разыгрывалась настоящая драма. Под звуки рыдающих женщин, закутанных в хиджабы, как в непробиваемые личные крепости, и мужчин с бородами, которые могли бы дать фору любой модной парикмахерской, рассказывалась эта история. Да, поддержка собралась, судя по всему, не шуточная. Кульминация этого спектакля, адвокаты, которые с таким пылом говорили о невиновности Рафики, словно режиссером их выступления был бы сам Стэнли Кубрик. По словам защитников, Рафики были вроде как виновны, но только по мелким причинам. Они просто выбрали не то время и место для своих подвигов. А так, золотые ребята, душа компании, мамины помощники, даже мухи в жизни не обидевшие, собирались стать полицейскими, охраняющими закон и порядок. Давайте вспомним, разберем этот абсурдный сюжет по косточкам. Представьте себе, Рафик, который явно путает понятия добра и зла, решил сыграть в очень плохую игру. Рафик насилует женщину, но блюстители закона, которые одной крови с Рафиком, выдвигают версию, что женщина сама изнасиловала Рафика. В конце концов, бедный Рафик – жертва, а не злодей. Поэтому вместо того, чтобы посетить тюрьму, Рафик отправляется на лечение в Монако. Воздух там волшебный, не иначе. А мы сидим на диване и думаем, да, 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 так бывает. Мы смеемся. В общем, все как в номере. Переходим к следующему акту нашего циркосуда. На сцену выходят подсудимые и начинают танцевать под одну и ту же песню, а, простите нас, мы тоже чьи-то дети. Интересно, есть ли у них в голове хоть тень мысли о том, кого они обидели своими действиями? А нет, простите, они думают только о своих родственниках, которых оставили без защиты. А вот о родителях Игоря они как-то забыли. Неудивительно, но на этом спектакле никому нет дела до их боли. Кто является причиной всего этого? В Сургуте начальник отдела по работе с приезжими решила, что российское гражданство это товар на продажу. Ее посадили под домашний арест. Но не будем делать вид, что удивлены. Ведь кто, если не они, мог создать такой уютный бизнес, где цена вопроса всего 160 тысяч рублей за продажу родины налево и направо? И что вы думаете? На этот раз капкан захлопнулся не только на мелкой рыбешке, которая, воспользовавшись моментом, решила подзаработать, избежав внимания начальства. А нет, на этот раз катушки достались самому главному, начальнику миграционного отдела МВД в Сургуте. И самое забавное в этой истории то, что этот глава коррупционного синдиката совсем не похож на злодея из криминальных фильмов. Нет, он не тот мускулистый дядька в черном, которого окружают такие же зловещие ребята. В наши дни оборотни, торгующие своей родиной, выглядят совсем не так, как мы привыкли их себе представлять. Сюжет крутится вокруг одной дамы, которой жизнь явно преподносит уроки в стиле позднего развития. Не просто женщина, а героиня с большой буквы Г, которая в свои, скажем так, зрелые годы решила, что ей пора заняться бизнесом. Но не просто бизнесом, а таким, от которого у нее волосы встанут дыбом, легализацией тех, кто, по большому счету, вообще не должен был здесь находиться. И в этом нелегком деле ей помогает целая команда, шесть сообщников, каждый из которых, похоже, решил, что пора менять свою жизнь, но весьма специфическим образом. Среди них подчиненные начальника миграционного отдела. Это, дорогие мои зрители, работа команды мечты. Организованная преступная группа, как их теперь называют в новостях, якобы легализовала более тысячи иностранных специалистов. В миграционном отделе, можно сказать, устроили день открытых дверей с обысками. Сценаристам такой сюжет и не снился. И вот мы подошли к самому интересному. Как вы думаете, что стало символом успеха в этой истории? Оказывается, всего 160 тысяч рублей, месячная зарплата курьера в некоторых городах. И поздравляем, теперь вы полноправный гражданин со всеми вытекающими плюсами. Гражданство, похоже, стало чем-то вроде бонуса за хорошую работу. За скромные, по меркам каких-то 160 тысяч рублей, вы можете купить себе новую родину. А дальше начинается самое интересное. Представьте себе картину. Наш новый гражданин решает, что пора укреплять демографическую ситуацию в стране, но делает это весьма оригинальным способом. Первым делом он привозит сюда жену и целую кучу детей, которые тут же получают всевозможные пособия и место в учебных заведениях. Ну а как иначе? Нужно укреплять нацию. Но на этом эпопея не заканчивается. Затем на горизонте появляются мамы и папы, бабушки и дедушки, и, конечно же, дяди и дети не могут остаться в стране. И все они, как один, претендуют на российскую пенсию. Как говорится, чем больше семья, тем веселее. И тут возникает вопрос, что делать с такими энтузиастами продажи и покупки родины? Опять же давать им условный срок, как в 80% случаев подобных дел. Но главная героиня нашей истории действовала с полной уверенностью в своей безнаказанности, не в последнюю очередь благодаря существующей программе, позволяющей получить гражданство по упрощенной схеме. Видимо, дама решила, что она просто на руку государству, помогая бороться с демографическим кризисом. Ну и как-то забыла о том, что помощь эта выглядит, мягко говоря, спорной. В общем, все мы знаем, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Но кто бы мог подумать, что эта дорога пройдет через упрощенное гражданство и привлечение всех родственников с их претензиями на пенсию. Видимо, это и есть те самые новые подходы к укреплению нации и демографии, о которых мы даже не мечтали. Видимо, это и есть те самые новые подходы к укреплению нации и демографии, о которых мы даже не мечтали.